В эфире, надеюсь, мы с вами очень плодотворно проведем ближайшие 30-40 минут, и вы узнаете для себя много полезной информации не только по отелю, но и касательно Юга Мальдив. Итак, мы сегодня с вами поговорим про отель Аяда Мальдив, достаточно известный отель на рынке, это Пятерка, опять Делюкс. Кто-то из вас уже был на Юге Мальдив? Если кто-то был, то поставьте плюсики. Замечательно. Так. Все. Многие из вас знают, что якобы на Мальдивах в летний период считается не сезон, и то, что там бытует мнение, вероятность дожди максимально, это действительно так. Ну, на сегодняшний день климат меняется, поэтому так стопроцентно сказать мы не можем, но как бы есть такое мнение, что чем ближе к экватору, тем вероятность числа осадков летом минимальней. И именно поэтому наши постоянные туристы, многие выбирают Аяду именно в летний период и приезжают к нам более длительно, чем в свои обычные праздники, каникулы, да, потому что цены летом очень-очень приятные. Они начинают с начала мая и кончаются в конце сентября. Скидки в эти периоды доходят до 45%. Сейчас у нас тоже достаточно хорошие цены, до 40% действует скидка. И также Аяда, мы сейчас с вами поговорим, это такой большой остров и по концепции разнообразный, и вот это утверждение, что на Мальдивах скучно, это явно не про этот отель. И, в принципе, в своем сегменте по развлечениям, наверное, у Аяды аналогов нету. Ну, мы это сейчас с вами, собственно говоря, и обсудим. Мы видим наш первый слайд, и на нем непосредственно остров. Видите, что он очень большой, зеленый и утопает в растительности. Если гости такие вот гурманы в плане растительности, то отель им, конечно, очень понравится. Аяда – это тот случай, если гости летят у вас на Мальдивы уже не первый раз, чтобы создать в конце отдыха вот этот вот эффект вау. Либо, если гости полетят первый раз и на юг в Мальдив, то эффект тоже, конечно, будет шикарен. Чем отличается еще юг Мальдив от остальных атоллов? Тем, что мы видим, что на юге острова расположены достаточно далеко друг от друга. Часто, когда я веду бизнес-завтраки, я прошу агентов нарисовать их отдых мечты, с чем он ассоциируется. Обычно рисуется остров, пальмы и все. То есть подразумевается, что над головой у вас не должны летать гидросамолеты других отелей, по кругу не должны ездить лодки, мини-яхты других отелей. Это вот как раз-таки юг. Он обладает такой прям супер-высокой приватностью, что ваши туристы будут находиться у себя на острове. Добрый день, Татьяна, рада приветствовать вас в эфире, присоединяйтесь. Ваши туристы будут находиться на острове, и все, что они будут видеть вокруг, это бесконечная лагуна с очень красивыми цветами. Сейчас парочку слов мы скажем о логистике. Это важный вопрос, который также волнует нас при выборе отеля, и тут есть своя специфика у Айады. Так как мы один из самых близких отелей к экватору, Кстати, в Европе сейчас экскурсия пересечения экватора – это такой прям очень популярный тренд, и мы самый близкий отель на Мальдивах, из которого можно пересечь экватор. Эта прогулка морская занимает буквально где-то 20-30 минут, и после чего туристам вручают профессиональный сертификат о пересечении экватора. И за счет этого, конечно же, и краски самой лагуны, и вот климат в летний период у нас лучше, чем в центральных и северных атоллах. То есть если там будет прям сильная непогода, на юге вероятность осадков значительно меньше. И также, конечно, буйство красок, растительности, цветов. Мы поговорим с вами чуть позже про дельфинов и попугаев на острове. В этом нам повезло. Но чтобы насладиться всеми этими прелестями на трансфере, туристам, конечно, это не будет трансфер 10 минут на лодке от Мале. Ну и у нас потрясающий подводный мир, оснорклинг, дайвинг. Мы тоже это с вами в эфире разберем. На сегодняшний день у нас существует две опции трансфера, и мы готовим третью, но пока что я ее анонсировать не буду. Чуть позже, ближе, наверное, к Новому году мы сделаем о ней рассылочки. Это идет перелет где-то 45-50 минут на внутренних авиалиниях, плюс скоростной катер, мини-яхта. Но тут, знаете, нужно отметить, тем, кто из вас специализируется на направлениях в Мальдивах, это ясно, что трансфер может быть либо короткий, либо длинный, но будет важно, насколько профессионально он выполнен. У нас достаточно большая команда трансферменов в аэропорту, и часто агенты при бронировании АЯДы мне пишут, Мария, памятка туристов, что им сказать, что они должны делать после прохождения паспортного контроля. На самом деле абсолютно ничего, они должны только выйти со стойки паспортного контроля, и там их встретит представитель АЯД Мальдив с табличкой АЯДы. У нас также есть стойка в аэропорту, но, как правило, до нее туристы не доходят, потому что так же, как на острове, каждая семейная занимается батлером, есть русскоговорящие батлером, так же и на каждом сегменте трансфера, как только гости выходят из аэропорта, их сопровождает представитель отеля. Он забирает у них багаж, регистрирует его на внутренний рейс и сопровождают трансферменный багаж гостей на каждом сегменте трансфера, то есть, как они передали свой багаж трансферменам, они могут о нем забыть. И далее их проводят в лаунж, у нас достаточно большой, красивый лаунж, там можно перекусить, выпить напитки, есть детский уголок, массажные кресла, холл, где можно принять душ, но так как мы летаем не гидросамолетами, а доместиками, конечно же, у нас большое достаточное число рейсов в день, и исходя из этого, стыковки между рейсами минимальны, ну где-то от 40 до полтора часа, в принципе, наверное, максимум, в летний период это может быть чуть подольше, но в целом это зависит от международного рейса, заранее мы это с вами запланировать как-то не можем, да, и резервация просто подбирает, вы присылаете вариант перелета ваших туристов, и резервация подбирает самый оптимальный вариант. Почему меня еще радует, что у нас опция доместик, у нас есть и опция гидросамолет, в принципе, тоже, и вот, к примеру, когда вот Оксана Самойлова была беременна последним ребенком, когда Джиган приезжал, это уже был не первый их отдых в Айаде, они запрашивали опцию гидросамолета, но потом решили все-таки воспользоваться доместиком, потому что по длительности, в принципе, лететь так же, ну, единственное, это, конечно, самолет будет отдельно под ваших туристов, такие опции тоже есть, их можно запрашивать под запрос, по цене я не буду ориентировать, потому что каждый раз она немножко меняется. Но в целом обычный наш трансфер, он рассчитан на доместике, и почему меня радует доместик, потому что там, ну, в принципе, я являюсь представителем отеля уже больше, чем 5 лет, и такие истории, когда наши туристы пропустили свой обратный международный вылет по погодным условиям, либо по какой-то другой причине, они практически невозможны. Ну, на моей практике было где-то 5 ситуаций за 5 лет, это очень низкий процент, потому что, вы спросите, почему? Потому что там, где гидросамолет не полетит по погодным условиям, доместик полетит, то есть мы аннулируем возможность, так сказать, из-за погодных условий пропустить международный рейс ваших туристов, да, это большой плюс. И плюс, так как мы находимся на юге, да, конечно, сейчас климат меняется, мы не можем, к примеру, по какой-то заявке сказать, там, господин Петров конкретно, с 10 сентября по 17 сентября не будет дождя. Но, тем не менее, как бы, если мы бронируем отель на юге, такой, как Аяда, то мы это подразумеваем. То есть если в эти же даты, к примеру, в отелях в центральных или северных Атойлах может быть сильная непогода, сильный дождь, то на юге такого не будет, определенно. И наши туристы с вами летят где-то около 50 минут на домистике, в дороге им предложат прохладительные напитки и далее их встречают, трансфермены и пересаживают на мини-яхту. В принципе, наверное, много раз в этой яхту уже видели, да, в сторис там у звезд, у нас в последнее время, наверное, за последний год у нас вдохнуло очень много российских звезд, с семьями, с детками, в том числе и с очень маленькими детками. У нас останавливалась Ексения Бородина и неоднократно, да, вы, наверное, знаете, что Тимати с детьми отдыхает в отеле. Был и Джиган, и другие телеведущие, и актеры, и актрисы. Поэтому наш мини-кораблик, наверняка вы видели у кого-то в сторис, он такой небольшой, камерный, рассчитан на 10-12 персон. В дороге гостям предложат холодные полотенца, прохладистые напитки, и также на лодочке есть Wi-Fi, то есть если детям посмотреть какие-то мультики либо развлекательное что-то, то это возможно. И тут очень важно запомнить такой момент, часто мои коллеги смеются, что гости отеля Айады уже счастливы, еще даже не оказавшись в отеле. Это потому, что часто вот именно этот длительный трансфер на катере, он где-то длится от 40 до 50 минут, в зависимости от состояния океана, сопровождать начинают семьи дельфинов. Если детки на лодке, там восторг неимоверный, но это очень интересное зрелище и для взрослых. Притом не 3-4 дельфина, а знаете, где-то от 7-10, 15-15, где-то даже 20 доходят, и дельфины в каких-то участках введут лодку. Это, конечно, потрясающе. И у нас есть второй вариант трансфера на лодке, он составит где-то 15, максимум 20 минут, тоже в зависимости от океана. То есть первый сегмент трансфера это перелет около 50 минут, и далее либо еще 45-50 минут на лодке, либо 15-20. Часто агенты спрашивают меня, Мария, можем ли мы как-то заранее гарантировать короткий вариант трансфера? К сожалению, пока нет, это невозможно сделать не платно, никак, просто резервация подберет самую лучшую стыковку к международному рейсу, заявленному вами, да, ваших туристов, но очень возрастают шансы на короткий трансфер в том случае, если мы бронируем утренний прилет, там аэрофлот, эмирейтс, да, есть рейсы. Вот так. Перед нами карта отеля. На днях партнеры сделают вам рассылку по отелю Аяда, и я туда включу как раз дроу-бокс, там будут все видео, уже готовые сторис и риллс по отелю в папке social media, и также будет ссылка на наше приложение Аяда Мальтивс, про которое я расскажу чуть позже. В том числе там будут и карты номеров, и карты отеля. На этой карте что важно отметить? Мы можем смотреть расположение вилл, да, это очень удобно, и также мы видим водолазов, сейчас я вам их продемонстрирую. Вот эти зоны с водолазиками, это обозначена зона хорошего рифа. Если ваши туристы, к примеру, были там на Красном море 150 тысяч раз, они опытные снорклеры, дайверы, и их уже абсолютно ничем не удивить, вы можете смело отправить их в отеле на юг Мальдивс, в том числе и в Аяду Мальдивс. У нас потрясающий природный риф, живой, цветной, то есть глобальное потепление до юга еще не дошло. Команда биологов у нас за ним наблюдает, и не только сам по себе риф и кораллы красивые, но и очень много морских обитателей. То есть если гости у вас до этого отдыхали где-то в отелях с хорошим рифом, но в других отелях, отправьте их на юг, обязательно у них будет колоссальный эффект. И плюсом еще в отеле то, что мы знаем, что для снорклинга туристов в других отелях есть время X, примерно в 2 часа дня, и туристов на лодке от отеля вывозят куда-то, где хороший снорклинг. У нас такого нету, потому что вот на карте как раз таки обозначены зоны для снорклинга. Вы видите, что они расположены по всему периметру острова, и они близки с берега, что очень хорошо, потому что всем нашим гостям абсолютно мы предоставляем бесплатное оборудование для снорклинга и также байдарки. Единственное, нужно у батлера запросить это оборудование, оно всегда под рукой у туристов будет на вилле, и когда бы они не захотели, так как риф находится где-то достаточно близко к берегу, ну там до 100 метров от берега, где-то 60, где-то 70, где-то 50, то туристы, когда бы им не захотелось, всегда могут воспользоваться оборудованием, никого не ждать, ни под кого не подстраиваться, это удобно, и самим заняться снорклингом. И хотелось бы обозначить, конечно, что в принципе риф колоритный везде, но около нашего Аяда Роял Оушен Сьют, вот эта вилла, как раз в которой жила и Ксюша Бородина, и Джиган останавливался, вот тут вот дальше такой обрыв, но это уже для таких как бы экспириенс опытных дайверов, снорклеров, и тут очень много вокруг этой виллы, можно всего интересного увидеть и посмотреть. А мы переходим далее. Как я уже говорила, остров очень зеленый, и почему у нас выбирают многие звезды, люди творческих профессий, поэты, писатели, музыканты, потому что остров очень зеленый, и если мы с вами прогуляемся по нему в дневное время, поднимем голову наверх, мы небо не увидим, там все будет в лянах, и в вечернее время тоже подсветка очень красивая, можно проводить, он такой достаточно инстаграмный отель, нас также выбирают разные модели, блогеры для фотосессий, то есть очень красивые фотографии можно сделать. Это наш ресепшн. Также процедура встречи гостей в отеле очень красивая, у нас каждый катер приветствует наш музыкальный бэнд, выходит генеральный менеджер, вся команда, они машут гостям под музыку, приветствуют их, также в инстаграм есть эти видео, я вам также в конце эфира напишу два наших аккаунта в инстаграм, мой рабочий эфир, если вдруг кто-то из вас захочет провести лайвы в инстаграм для ваших туристов, я всегда рада, на июле еще в принципе есть свободные окошки. Касательно номерного фонда Garden Villa, сразу скажу, что это не самая популярная категория на русский рынок, в основном она рассчитывана на серферов, вы знаете, что в Айад Мальдив самый лучший серфинг на Мальдивах, мы регулярно несколько раз в год хостем серф-кэмп Timothy по серфингу, да, также многие серф-про-серферы, в том числе из Австралии выбирают Айаду, у нас больше восьми спотов различной сложности, есть все оборудование, есть инструкторы для серфинга, деток тоже мы учим серфингу, и в том числе как одна из активностей в мини-клубе у нас есть серфинг в лагоне, когда детишек учат вставать на доску, сейчас тоже очень популярно, так вот, Garden Villa была построена в основном для серферов, так как они не проводят время на курорте, они как бы завтракают, далее занимаются серфингом, и вечером приезжают, смотрят шоу, ужинают, ложатся спать, да, для них не важен бассейн на вилле, и мы должны с вами запомнить, что это единственная категория в отеле без бассейна на вилле, часто агенты мне пишут по метке про хороший пляж на Garden Villa, но мы с вами должны изучить и запомнить, что Garden Villa находится в саду, до пляжа от Garden Villa на велосипеде буквально полминуты ехать, если пешком около двух минут, я вам чуть позже покажу пляж, который относится к Garden Villa, это базовая самая категория, и это как раз-таки та история, к примеру, если гости насмотрелись красивых картинок в Instagram, им близка там, допустим, концепция «все включено», у нас шикарные два концепция, концепция развлечения, они хотят только в Айаду, часто вот к агентам туристы приходят уже с готовым запросом, то есть они приходят и говорят «мы хотим в Айаду Мальдивс». И когда бюджеты не совпадают, то есть гости очень хотят определенно в этот отель, но где-то мы не дотягиваем по бюджету, мы можем вам предложить Garden Villa, то есть они будут находиться на курорте, у них может быть шикарная концепция «все включено», шикарная концепция развлечений, они могут пользоваться всеми ресторанами острова, у нас на острове 8 ресторанов, это большая редкость на Мальдивах, но проживать они будут в Garden Villa, но тем не менее она достаточно комфортная, вы видите, что все виллы у нас, даже базовые в отеле, на больше 100 квадратных метров, светлые тона и высокие потолки, также «Айяна Мальдив» это не полностью типичный мальдивский отель, мы большое внимание уделяем интерьеру, есть в интерьере такие легкие нотки восточной роскоши, у нас очень много интересных подсвечников, также гардины с такими тяжелыми кисточками, много подушек для удобства гостей, использованы в интерьере, самая популярная категория это, конечно, бич-виллы, при том, в Айяне, в принципе, идеальный пляж, почему нас часто выбирают для отдыха совсем маленькими детками, потому что океан всегда спокойный, идеальный для плавания, приливы, отливы не ярко выражены, заход в океан хороший, у нас не бывает каких-то подводных ям, остатков кораллов, но более широкий пляж с другой стороны острова, но это обычно, но сейчас, именно в этом году, отличный пляж и у бич-вилл, он такой широкий, каким я его никогда не видела за все 5 лет представления отеля, можете воспользоваться этим моментом, и заход также хороший. Ванны и комнаты мы посмотрим чуть позже, предвещая ваши вопросы по поводу дополнительных мест, мы с вами видим SofaBet, если вот эти подушечки убрать, то на ней полноценно может разместиться мужчина двухметрового роста, то есть это ложа в стене, она достаточно большая, ну и также под запрос можно поставить полноценную, в принципе, дополнительную кроватку, квадратура площади позволяет. Вот вопрос про дети, Ольга, очень хороший, также почему у нас в принципе отдыхают много семей с детками, это из-за сильной детской концепции, все дети в отеле до 16 лет полных отдыхают бесплатно, то есть мы знаем, что у коллег где-то до 8, до 12 обычно, то есть если два ребенка до 15, как бы, чтобы им не было полных 16 лет, 15-99, он у нас считается еще как ребенок, и если в другом отеле каком-то, это уже у вас детки там после до 12 лет, грубо говоря, пойдут как два взрослых, то в Айаде они еще будут детьми, и то есть вы понимаете разницу в бюджете тура, используйте тоже это, когда идут семьи, там 2 плюс 2 или 2 плюс 3, к примеру. Но у нас еще очень интересная детская концепция, тоже уникальная для Мальдив, в конце эфира я буду про это говорить. И вот как раз-таки давайте посмотрим приватность в отеле, кстати, очень хорошая, нас часто также бронируют гости из Казани, из Грозного, к примеру, да, для кого приватность очень важна, у нас есть хайляль-меню в том числе, и какие-то, да, известные люди в том числе из правительства, да, политики, кому приватность колоссально важна, можете бронировать Аяду и предлагать, потому что приватность у берега буквально 98%, да, и бассейны тоже очень глубокие. Следующая категория Beach Suit, сейчас она у нас в контракте называется Family Beach Suit, на сайте вы ее можете увидеть, это двухкомнатная вилла на берегу. Что удобно, это две разные виллы, Beach Suit и Beach Suit между собой, внутри они соединяются коридором, то есть эта категория отлична для семей с большим количеством деток, либо для семей, где есть родители и няни, либо родители и бабушки и дедушки с детьми. Мы их размещаем по разным комнатам, если родители захотели приватности, они дверь открыли, если они захотели приватности, они дверь закрыли, а если они захотели посмотреть, как там детки, они дверь открыли и у них вилла как сообщающийся сосуд. Касательно Нового Года и каких-то праздников, естественно, эти виллы нужно бронировать заранее, их всего четыре в отеле, но что хорошо, то есть у них не один бассейн и одна территория, у них две разные территории и два разных бассейна. Это прям вау, да? Отличная категория это Sunset Beach Suite, она уже идет 137 метров квадратных и вот там очень широкий пляж, там на пляже можно хоть строить замки из песка деткам, хоть заниматься гольфом, хоть бальными танцами, вид на закат потрясающий, то есть если турист и любитель докопаться до качества пляжа, воедя в принципе он везде хороший, но если вот прям чтобы было перфектно, то это со стороны Sunset Beach Suite можете тоже сделать пометку, он будет очень широкий, очень плавный заход в океан, еще часто сейчас представители отеля рассказывают про какие-то конструкции, волнорезы, чтобы пляж не уплывал, назовем их так, некрасивые конструкции в океане, которые могут испортить панораму, у нас нет никаких ни волнорезов, ни конструкции в океане, это тоже как бы плюс отеля. Шикарные ванные комнаты, везде есть две раковины, везде есть джакузи, душ внутри, душ снаружи, шикарно его принимать, душ снаружи, открытый душ, да, в вечернее время, ты чувствуешь себя как в тропиках под звездным небом, потрясающий ритуал. и мы переходим с вами к такой интересной категории, это категория не водная и не пляжная, она полуводная, полупляжная, вот, кстати, Тимати часто выбирает ее для своего отдыха, это для тех гостей, кто много раз жил на водных виллах и хочет, чтобы это была водная вилла, но чтобы там было достаточно тихо, то есть мы знаем, что на водных виллах, когда они погода, либо океан, у нас это редко бывает, но если океан чуть-чуть волнуется, может быть шумно, также если по мостикам у водных вилл едут багги или кто-то на велосипеде, может быть чуть-чуть шумно, вот, именно чтобы избежать этого шума, это такая уникальная категория, не во всех отелях она есть, в Сан-Сет-Лагун-Сьют там идет заход с берега, то есть в каждую виллу отдельный заход с берега и выход уже на океан, и там есть еще замечательная, шикарная качелька на балконе. Касательно водных вилл, что важно отметить, мы тот отель, который разрешает размещение на водных виллах с детками, не все отели это допускают, потому что у нас безопасно, здесь идет ограждение, сначала в бассейне мелко, здесь натянут гамачок, он актуален для тех девушек, кому, к примеру, снорклинг и дайвинг не актуален, они там по каким-то причинам не умеют плавать, боятся, но они все равно хотят увидеть красоту подводного мира, лежа в этом гамаке, можно много что увидеть интересного. И также обращайте внимание, очень важный момент, многие отели новые, которые строятся, у них такой вот вертикальный железный спуск в океан. Перила нагреваются, если туристы немножечко крупногабаритны, им не всегда будет удобно спускаться и подниматься, если еще волна, то это может вообще повлиять существенно на качество отдыха, и тогда придется представителю отеля подключаться вам, это может в целом испортить впечатление об отеле. У нас это невозможно, потому что вы видите широкий спуск, пологий, двухуровневый, и у нас не бывает большой волны, мы с вами это обсуждали. Тоже очень важный момент, очень много на практике с ним встречались, обращайте внимание при выборе отеля на Мальдивах. Шикарные ванны, комнаты в Инстаграм, тоже много красивых очень видео, фотографий, вот ссылку на Dropbox, которая вам придет на днях в рассылке, там будет папочка Social Media, и там, как я сказала, уже будет прям готовый рилс и сторис для ваших социальных сетей. Также есть двухкомнатные виллы на океане, это категория Sunset Ocean Suite и категория Sunset Ocean Family Suite, у обоих категорий есть панорамное окно в океан, часто бывают такие запросы, и чем они различаются, они абсолютно одинаковые по площади, единственное, первый вариант, это гостиная и спальня, и второй вариант, это две спальни. Шикарная, огромная там терраса, очень удачная категория, опять же, для больших семей, кто хочет размещаться на воде, либо для тех пар, которые хотят себе двухкомнатную виллу на воде, это прям потрясающий выбор. И, конечно же, наш знаменитый Aya The Royal Ocean Suite, в нем часто останавливаются многие звездные пары, либо семьи с детьми, для тех, например, у того, как у Джигана много детей, удобно, большой бассейн, каждый может заниматься своим делом, можно всем туда принести floating breakfasts различные, вилла двухэтажная, есть гостиная, также ее используют за свадьбом, в церемонии иногда, для каких-то особых вечеринок и празднований дней рождения. Панорама у этой виллы бесподобная, просто без слов. Ну, кстати, можно отметить, что, в принципе, экспертность моя, я жила, кто меня давно знает, и в Таиланде, и на Мальдивах, и на Сейшелах, и, конечно, Юг Мальдив, я часто в эфиры шучу, что это как Париж, увидите, умереть, если у вас будет возможность когда-то отправиться в рекламные туры на Юг Мальдив, обязательно ее используйте, у нас в том числе есть и агентские тарифы, и система лояльности, достаточно выгодными условиями можно этим воспользоваться. Юг Мальдив, он, конечно, очень колоритен, и там и цвет лагуны другой, и песок своеобразный, и таких закатов, как на Юге Мальдив, нет буквально нигде, и вот дельфины, черепахи. Черепахи, кстати, вот на водные виллы, после обеда, когда все переходят на инфинити-пул, когда достаточно тихо в зоне водных вилл, туда приплывают черепахи, и можно прям попытаться поплавать с ними, их догнать, они, конечно, очень быстро плавают, и также у нас есть вот эти шикарные, огромные попугаи, они прилетают на завтрак, дети их могут кормить, и детей попугай тоже завораживают, и богатый подводный мир, это, конечно, все впечатляет, и чем это ближе к экватору, чем ближе отель к экватору вы выбираете, тем он будет краше в плане природы. Вилл у нас около 100, мы их от контракта к контракту меняем, потому что меняются конфигурации вилл, и мы переходим к системе питания, это тоже, можно сказать, одна из наших гордостей, как-то я проводила даже эфир Мальдивов против Турции, но сейчас, в принципе, многие мальдивские отели стоят дешевле, да, в этом сезоне, такой парадокс, чем турецкие. Хайлаль, знаете, мы очень сильны в концепте F&B, у нас очень сильные два концепта «Все включено», про которые я сейчас говорю, поговорю, и большое число ресторанов, и это не только хайляль, это и сильное детское питание, и если гости, к примеру, веганы или сыроеды, вот, к примеру, Рита Дакота с мужем, да, они очень серьезные веганы, они у нас тоже в отеле отдыхали, это также касательно хайляль, то есть если у гостей есть какие-то предпочтения в плане питания, это не обязательно там сыроеды, хайляль, либо веганы, ну, к примеру, даже мамы с детками, они готовят там суп, либо пюре детям, по какому-то специальному рецепту, у нас очень флексибл, шеф-повар, с ним можно договориться к какому-то специальному времени, там, если какое-то специальное блюдо нужно, у нас достаточно широкий, как бы, и хайляль-меню, и детский стол, и именно вот меню для веганов и сыроедов, потому что вы можете, к примеру, у мамы Тимати в профиле в инстаграме увидеть, ну, и у нас в инстаграм, конечно же, есть обзор Secret Garden, у нас есть специальный сад на острове, где выращиваются фрукты и овощи, зелень, да, и поэтому салатовая ядя буквально бесподобная, потому что все фрукты и овощи попадают на стол буквально с грядки. Ну, особого акцента на хайляль-меню нет, просто если, как бы, ну, у нас бывают такие гости, если для них это важно, то мы, как бы, не упадем в грязь лицом. А так вообще многие эксперты, кто специализируется на Мальдивах и часто бывают в отелях, они отмечают, что у нас очень красивый шведский стол, то есть это не такие вот обычные, да, какие-то железные подносы. Очень красивая шведская линия, вы в Инстаграм тоже можете посмотреть, кому интересно, я могу прислать видео. Во-первых, у нас есть лайв-станции, то есть даже в основном ресторане под запросу вашего гостя повара могут прямо на глазах в стиле лайв-шоу приготовить какое-то блюдо, к примеру, там спагетти, да, будет разные сорта макарон, разные сорта наполнительные и разные сорта соусов, да, и шведские линии, они у нас тематически меняются семь дней в неделю, то есть каждый день будет новая кухня, именно еще поэтому отель бронируют, ну вот часто летом, там и больше месяца, либо на несколько недель, что гостям не наскучит, не только там, что есть большое число занятий на острове, но и куда сходить, в какое-то кафе, ресторан, где посидеть, есть винный дом у нас, также сейчас я про него расскажу, вот, очень красиво декорируется шведская линия даже в основном ресторане, а под праздники, ну вот, возможно, вы видели видео по Хэллоуину, да, либо по Новому году, либо про Жизненство, это вообще какой-то гастрономический восторг, и у нас, многие меня знают, в начале своей карьеры я жила и представляла как бы турецкие отели, я работала в Макс Рояле, в Титане группе, и многие меня знают еще с тех пор, и часто мне говорят, когда я представляю там отели Мальдив или Сейшел, Марии, все, конечно, замечательно, экзотика, но сервер же не будет такой, как в Турции, так как у нас большое число ресторанов, их конкретно восемь, да, не считая рум-сервиса на виллы, у нас очень большой, больше, чем в других отелях FMB-департамент, и даже в высокий сезон в Новый год, либо когда Шерф Камп Тимити, допустим, полностью остров забит, либо в коронавирус у нас всегда был минимальный процент, но практически никто на острове никогда, за исключением там двух случаев, не заражался, потому что много ресторанов, они большие, все рассредоточены, и всегда есть куда сходить разнообразие, да. наш шикарный ресторан Магу около океана находится, есть два кондиционируемых зала, и очень такое аутентичное открытое пространство, очень красивое в отеле еще сама подача блюд, то есть, если гости гурманы не только в плане зелени, но и в плане питания, вояди им обязательно понравится, к примеру, вот в наших алякарных ресторанах, если гости заказывают суп, то повара не просто им выносят тарелку супа, они выходят со специальными чайничками, там ставится целая церемония, тарелка, очень эстетично из нее переливается суп, часто гостям именно нравится и как бы вкус блюд, это понятно, ну и сама подача, для многих этого важно. Так, это наш основной ресторан Магу, как я уже говорила, в нем каждый день в течение недели кухня меняется, и в рассылке очень важно, обратите внимание, будет еще вторая ссылочка, это на приложение Аяда Мальдивс, как Яндекс.Такси, в Апсторе вы можете написать Аяда Мальдивс, кто хочет, может написать мне, я вам ссылку пришлю, давайте я вам сейчас покажу свой контакт. Касательно концепции отеля, информации, если у вас будут какие-то вопросы, запросы, что-то захотите уточнить во время бронирования, можно писать мне касательно, ну и какое спецпредложение сейчас актуально, конечно, я вам тоже посоветую, но касательно ценовой политики все вопросы, так, плюс 7, нужно направлять нашим партнерам, мы всегда с ними на связи, в принципе, я оперативно им всегда отвечаю, вот, такое разграничение касательно цен к партнерам, касательно информации ко мне, плюс 7, 7, ой, 7, 7, 7, 540, так, 546, 17, 17, в принципе, я вам могу и по WhatsApp, да, скинуть ссылку и на Dropbox с папочкой, где есть social media, контент для Инстаграма и большая информация по отелю, и вот на ссылку на приложение. Ссылка с этим приложением вы можете оттуда брать и копировать, допустим, там есть все меню напитков, ресторанов на русском у нас, вся стоимость там, спа-процедур, серфинга, варианты эксклюзивных ужинов, да, у нас есть очень классная концепция Will you marry me? У нас шикарное огненное шоу на острове, и кому интересно, я тоже это пришлю в Инстаграме, то есть есть видео, там ужин для двоих персон, очень красивая подсветка и свечек, и в определенный момент, когда мужчины делают предложение, там вот так вот рассыпаются такие факелы, и огнем написано на фоне океана Will you marry me? Многие еще отели бронируют из-за этого, это, конечно, эксклюзивная концепция, но тоже посмотрите, очень интересно. Ну, и в Инстаграм она набирает очень много лайков, вот из папочки social media в drawbox можете закопировать это видео, когда будете писать какие-то посты про отель, рассказать про эту концепцию, будет очень много лайков. Наш надводный ресторан Ocean Breeze, в нем также могут проводить какие-то свадебные церемонии, у нас, кстати, есть три шикарных свадебных концепта, они не очень дорогие, есть потрясающий свадебный павильон, и опции на пляже, мы их сейчас с вами скоро посмотрим. Надводный ресторан Ocean Breeze, он у нас получил год назад награду, как самый лучший надводный ресторан на Мальдивах с романтической атмосферой. Это дальневосточный ресторан Kai, там в полу вода и плавают рыбки, тоже классные. И касательно концепции все включено, я начала говорить, я не договорила, многие турецкие отели без преувеличения могут нам посоветовать, потому что, к примеру, в концепцию Diamond входит и нелимитированная стирка и глажка, особенно актуально семьям с детками, и 60 минут массажа, и две бесплатные экскурсии, и кальяны, и мини-бары, и более 60 видов авторских коктейлей. И касательно алкогольных напитков, конечно, все включено, обращайте внимание, одно другому не рознь, вот у нас, к примеру, если это джинна, то там 5 видов джинна будет, 6 видов виски, не только, допустим, два каких-то дежурных вида в концепции, а-ля для галочки, что это вариация алкогольного напитка есть. Zero Degree огромный infinity pool, вот как раз-таки могут пользоваться гости Gardenville, у которых нет собственного бассейна, и около него шикарный пляж, которым могут пользоваться гости водных вилл. Вы видите, потрясающий заход в океан, у нас в инстаграм, я вам в конце эфира напишу два наших инстаграма, мой рабочий инстаграм, потрясающий песок, он не нагревается, эксперты по путешествуют из отеля в отель, тоже качество песка отмечают, мы опять же видим на этом слайде зеленость острова, и infinity pool, конечно, не во всех отелях настолько огромные infinity pool, всегда есть около него место, кафе, ой, простите, шатры, кровати в океане, гамаки, качели, все это бесплатно для гостей, очень удобно, на шезлонгах около infinity pool, есть такие столики, то есть в zero degree проходят обеды, это как одна из опций для обедов для гостей, они могут прямо там заказывать себе обед, лежа на лежаке, никуда не ходить, не переодеваясь, придвигать себе столик и кушать, также удобно кормить деток, не нужно делать мамам лишних телодвижений. Пляжное барбекю на закате, сесолт, это единственный платный ресторан, там лобстеры, морепродукты в неограниченном количестве, тоже очень красивый сетап на закате под звездным небом, и часто около него вот как раз-таки проходит наше шоу огня. И это наша жемчужинка Мизута Пиньяки Гриль, честно, без прикрас, мой любимый ресторан, советуйте его всем гостям, если особенно большие семьи, он такой камерный, на 10-12 персон рассчитан, и это как дополнительное шоу, то есть повара там жонглируют ножами, зажигают огромные огни, они делают цыпленка, приползает змея, съедают этого цыпленка, детки тоже бежат от восторга в этом ресторане, но он очень интересен и для взрослых, если это айота, то обязательно хотя бы раз нужно побывать в этом ресторане. Кстати, у нас есть не только концепты «все включено», есть и просто завтрак, и полупенсион, и трехразовое питание, возможно, кто-то питается достаточно скромно, как бы, ну, я имею в виду, им не нужен огромный ассортимент блюд, какие-то изыски, да, но, в принципе, у нас даже на шведском столе морепродукты часто, кстати, бывают, ножки краба или что-то такое, вот, и для всех типов питания у нас есть лимит, ну, не касательно это даймон, где все рестораны, кроме одного, бесплатные для гостей, там входит кредит на гостя 50 долларов в любой ресторан, он может прийти, и у них есть 50 долларов, все, что свыше 50 долларов, это будет оплачено дополнительно. Ой, это такой островочек наслаждения у нас в отеле Иль-де-Жуа, безумно даже его многие агенты любят, в нем встречаются закаты, после обеда он начинает работать, элитный дом сыра и вина, там можно попробовать разные сорта вин, гостям предлагаются различные закуски, различные сыры, мед, очень можно приятно время провести в этом аутлете, и там вместо диванов такие вот лодочки в мальдивском стиле, в них садятся и гости утопают в подушках, очень приятное место, также у нас есть кальяны, помимо кальянов там гостям предлагаются различные сорта чая и кофе в очень такой аутентичной посуде, там даже есть серебряные кружечки и чашечки тоже для таких эстетов, у нас шикарные выборы плавучих завтраков, возможно Ксюшу Бородяной вы видели, либо Оксаны Самойловой, большие вариации, можно их тоже в нашем приложении изучить, там расписано, что входит в этот завтрак, сколько он стоит, и как раз таки разные сеты для необычных ужинов, для двоих, для предложения руки и сердца, для церемоний, чтобы отметить годовщину свадебной церемонии, для сюрпризов молодоженов, для молодоженных, для влюбленных, они также расписаны в нашем приложении со стоимостью, красивые сетапы, касательно свадебной церемонии, я вам сказала, что у нас есть три концепции, они достаточно доступные по стоимости, есть также в приложении информация, есть на сайте по ним, у нас единственный свадебный павильон на Мальдивах, это такая страховка, что на случай дождя, дожди у нас в отеле, как я уже говорила, в начале эфира маловероятны, но мало ли, как бы, если дата принципиальна, то если вдруг дождь начал где-то капать, либо гости хотят сделать свадебную церемонию не только на пляже, можно использовать этот павильон, также его часто мы используем для йога-групп. Сетапы для свадеб на пляже, и как раз-таки поговорим о детской концепции. Касательно деток, я уже сказала, что дети в отеле отдыхают бесплатно аж до 16 лет, то есть если мне полных 16, 15, 99, детки у нас еще считают как дети, они копируют систему питания и проживания родителей. Касательно мини-клуба, он у нас один из самых больших на Мальдивах, очень большая закрытая территория, но, что немаловажно, огромная и открытая территория, вот в моем рабочем инстаграме я недавно делала обзор по детской концепции, сохранила в актуальном, сможете посмотреть. Собственный бассейн у нас у деток в мини-клубе, большая открытая территория, там и лабиринты, и горки, также детям мы предоставляем велосипеды для каждого возраста свои опции велосипедиков, и у нас есть детские лежаки для загара, их можно, как попросить, принести на виллу, так они есть и у общего бассейна, и в том числе в мини-клубе, в инстаграме у меня тоже показаны их фотографии, и каждому ребенку при заезде мы дарим подарки, это розовые рюкзачки для девочек и голубые для мальчиков, там наряд юного биолога, мягкая игрушка, рыбка, книжка, по которой детки могут себя развлекать, и также концепция мини-клуба, она такая очень разноплановая, у нас есть и кулинарные мастер-классы, у меня в инстаграме, я тоже их показывала, у нас есть и фокусник на острове, который занимается с детками, также дети ходят в походы по острову, на охоту на ящери, строят замки из песка, ну, очень много интересных развлечений, как я уже сказала в начале эфира, одно из их активностей, они учатся и серфингу также, в лагуне, безопасность нашими тренерами, и также концепция развлечений для детей и для взрослых в нашем приложении Ядом Мальдис, вы можете по дням посмотреть, что, когда, где, но это не все для детей, потому что мы когда сейчас будем разбирать нашу концепцию развлечений, я более подробно расскажу для развлечений для деток, которые есть на острове, и про развлечения для подростков отдельно мы поговорим Спа-центр у нас также один из самых крупных на Мальдивах, мы работаем с британской линией косметики и спа, очень профессиональные массажистки, тайки, филипинки, балики, единственный турецкий хамам на Мальдивах у нас есть, он бесплатный для всех гостей, и для молодожен у нас тоже своя концепция, есть определенная, мы дарим им специальный ужин, специальный завтрак на вилле, специальный приветственный сетап, и также как опция, если они хотят расширить концепцию, у нас есть парные массажные комнаты, парные виши, душ, популярную процедуру можно сделать, спа-центр, конечно, очень красивый. И также в начале эфира мы говорили про эксклюзивность Юга Мальдив, и мы разбирали, что если по периметру острова посмотреть, то будет только панорама, горизонт, но у нас есть еще необитаемый остров, небольшой рядом с островом, он тоже относится к нашему отелю, и также коса, которую мы используем либо для йоггрупп, либо для свадебных церемоний. А необитаемый остров у нас есть опция завтрака, либо встреча заката, либо снорклинга. Тоже недавно смотрела обзоры, один агент был на острове, тоже агент именно специализируется по Мальдивам, и там было столько восторга именно по снорклингу около этого необитаемого острова. У нас есть такая экскурсия, очень колоритный снорклинг, но он у нас классный как бы и по всему периметру острова, но если выехать туда, это прям вот для гурманов снорклинга и дайвинга. Так, касательно развлечений, вот этот миф, что на Мальдивах скучно, это, конечно, не про яду и в плане развлекательного концепта, а яде нет конкурентов в других отелях на Мальдивах. Любой гость вне зависимости от возраста в любое время суток найдет, чем занять себя у нас в отеле. К примеру, для женщин у нас есть и пилатес-машины, и пять видов йоги, у нас есть специалисты из Индии, которые занимаются разными духовными практиками. Также это и аэробика, и различные шоу в отеле, о которых мы поговорим чуть позже, для мужчин. Это, помимо шикарных, очень колоритных рыбалок, это казино-ночь, когда они играют в покер, рулетку, бильярд, шахматы, им дарят различные призы, естественно, они не на деньги играют. Также для мужчин и подростков, для подростков тоже важно, есть такие возрасты, когда вроде и с родителями на бар, коктейли пить уже не пойдешь, и в мини-клубе тебе уже не интересно. У нас тут есть огромный зал игр настольных, там, настольный теннис, бильярд, настольный футбол, отдельная зона с плейстейшн для подростков, два джакузи, в которых, допустим, мальчики с папами могут играть в шахматы. И так как остров большой по площади, у нас есть и волейбольная площадка, и футбольное поле, и теннисные корты, вот часто для мам это важно, если детки занимаются какими-то видами спорта, чтобы ребенка не отвлекать на время отдыха от тренировок, у нас это тоже есть. Хороший спортзал на острове, и касательно развлечений, вот как раз-таки джакузи, где можно играть в шахматы, по бокам, вот под крышей тоже есть настольный теннис, настольный футбол, теннисные корты, да, показываются. По воскресеньям у нас проходит открытый кинотеатр, открытый кинотеатр есть камерный для пар, для молодожен тоже это хорошая опция, очень красивый там сетап, ну и сам как бы в джунглях открытый кинотеатр, очень красивый. Также раз в неделю у нас проходит диджей-вечеринка, раз в неделю бодиберу шоу, два раза в неделю профессионально окненное шоу, очень красивое, обязательно посмотрите у нас в инстаграм, ну и те, кто подпишется на мой рабочий инстаграм, я периодически делаю обзоры в сторису развлечений, также в папке социал-медиа, в ссылке на дроу-бокс есть обзоры огненного шоу, такого на Мальдивах, наверное, кроме Аяды, нигде нет, именно такого масштабного огненного шоу, и часто меня спрашивают агента по поводу фейверков, там, допустим, у туристов день рождения, Мария, давайте организуем фейверки, такой момент, что на Мальдивах фейверки достаточно непросто организовать, они достаточно дорогие, там, должно специально министерство на остров приехать, чтобы заранее согласовать эти фейверки, а вот огненное шоу, очень интересно, вот, есть видео тоже карнавала, как мы делали день рождения для дочки Тимати, можно написать чье-то имя, допустим, огнем, либо вот в случае их приложения руки и сердца, тоже я вам рассказывала, концепция Вилю Мэри, мы там тоже используем огонь, ну, то есть, это такая альтернатива фейверкам для различных праздников, тоже очень интересно, по понедельникам у нас проходит карнавал, мы на острове выставляем различные, на поле, точнее, перед White Hall, выставляем различные аттракционы, туда спускается весь менеджмент отеля, они общаются с гостями, по рейтингу TripAdvisor мы всегда в топ-5 самых лучших отелей на Мальдивах, и для нас вот этот вау-эффект ваших гостей в конце отпуска очень важен, поэтому, как бы, батлеры очень профессиональные, они делают follow-up, все ли у гостей в порядке, всегда с гостями 24 часа на связи, помогают им решать, если какие-то вопросы возникают. По понедельникам карнавал, как я вам уже сказала, да, и также касательно серфинга, информация есть в приложении по серфингу, сколько стоят доски, сколько стоят инструктор, какие пакеты есть, по серфингу, серфинг лучше бронировать заранее, это будет дешевле, вот, ну, касательно 6 видов серф-спотов, больше никакого отеля нет, абсолютно на разный уровень серфинга они рассчитаны, очень опытный инструктор у нас есть, деток тоже серфингу обучают, у нас также есть дайв-клуб на острове, там обучают дайвингу и детей, и взрослых, и можно как бы повысить свой уровень дайвинга, также выдаются профессиональные сертификаты уровня пади. Очень большой центр водных развлечений, все самые, ну, там зависит от уровня, если это бигиннеры, то, допустим, для них всего три спота, если это профессионалы, то для них все восемь спотов, если это люди, которые средние катаются, то там уже серфинструктор посмотрит, сколько спотов можно гостям порекомендовать, давайте я вам прям покажу приложение, как выглядит, что из себя представляет, сейчас, секундочку, вот буквально как Яндекс.Такси в Apple Store вы скачиваете приложение, вот Айад Мальдивс прям написано, оно у вас скачивается и открывается, так, сейчас, секундочку, загрузится, добро пожаловать, окей, окей, вот, информация об отеле, мы нажимаем, так, сейчас я подключу Wi-Fi, а то для эфира, чтобы качество звука было лучше, отключало, вот, да, так, секунду, так, 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 и здесь есть раздел ежедневные занятия, все, что касается детского клуба, ужин на вилле, ужин в Айаде, специальные ужины, информация касательно Айспа, информация по всем экскурсиям, водным видам спорта и есть раздел, к примеру, вот, серфинг, мы с вами нажимаем на серфинг и у нас тут есть раздел замечательные волны для начинающих серферов, вся информация, вся информация в приложении на русском языке, прокат досок, уроки серфинга и там все, все, все детали расписаны, кто захочет, да, не дожидаясь рассылки, напишет мне, я вам пришлю вот ссылку на дроу-бокс, там есть ссылка на карту тоже, и по сезонности, но серфинг это достаточно такая большая тема, если интересно, кому-то напишите мне в директ, я расскажу, потому что там есть тоже сезонность, и когда лучше, допустим, новичкам лететь, когда лучше ехать в профи, по ветрам, там волна налево, волна направо, очень много моментов, вот, касательно водных видов спорта, все самые новые, по последнему слову, техники в Айаде есть, в Инстаграм тоже посмотрите, очень их много, детям до 12 лет 50% все не моторизированные водные виды спорта стоят, в принципе, наверное, это все, что я вам хотела рассказать, сейчас я как бы обобщу в целом, для кого отель, кому его предлагать, скажу еще раз про спецпредложения, если у вас какие-то вопросы есть, пишите, я с радостью на них отвечу, и так, Айада Мальдивс, в принципе, для кого отель, отель подходит абсолютно всем, у нас отдыхают и беременные женщины, и творческие люди по одному, потому что остров большой, очень красивый, очень много зон, где можно уединенно провести время и напитаться там вайбами энергии, есть и отдельные кровати в океане, и качели, и беседки, коконы висячие, возможно, в инстаграм вы тоже видели, отель хорош и для молодоженов, и для пар, сильные романтические концепции, и для семей с детками, в том числе и для малышей, и для подростков, есть разные классные концепции, все дети в отеле отдыхают бесплатно. Так, касательно ценовой политики, мы как бы очень сильные, 5 Deluxe, 5 Plus отель в своем сегменте, но по стоимости мы достаточно приемлемые, особенно сейчас, зайдите на сайт, не поленитесь, посмотрите, стоимость, скидка до 40% летние месяцы, если, вот у нас очень много повторных гостей, к примеру, если агент отправлял туристов на Новый год осенью и весной, достаточно высокие сезоны, то летом в этом же бюджете они могут уже вернуться на 2 недели. Нас часто бронируют на больше, чем 12-14 дней, на полмесяца, на месяц, больше, чем на месяц, потому что в отеле много ресторанов, остров большой, есть чем заняться, и очень сильная концепция развлечений, каждый день, каждый день, в любой час, что-то новое, что-то в отеле происходит, то карнавал, то йога, то там кормление рыб, большое число интересных экскурсий. Так, значит, по плюсам отеля, да, это хороший пляж по всему периметру острова, также пологий заход в океан, не бывает больших приливов, отливов, острове зеленый, по размещению виллы сразу идут базовые категории большие по площади, начиная с бич-виллы все с большим бассейном, с хорошей приватностью, сильная концепция питания, 8 ресторанов на острове, и 2 шикарные концепции, и все включено. Давайте, вот еще вопрос у нас, что включено, во все включено, есть 2 концепции, Diamond и Crystal, я могу вам их отправить на русском языке, в Diamond входит нелимитированная стирка и глажка, 2 бесплатные экскурсии на человека, 60 минут массажа, 1 кальян в день, мини-бар, и больше 50 авторских коктейлей, различные напитки, и все рестораны, за исключением си-солт, пляжное барбекю на закате, где лобстеры, морепродукты в неограниченном количестве. Ну и, конечно, детская концепция очень сильная, деткам и подросткам есть чем занять себя на острове, и помимо детской концепции, это, конечно, прям вот такой вау, эксклюзив Аяда, чем она отличается от других отелей, это тем, что это Мальдивы, но на острове всегда очень интересно. Я вам тоже отправлю либо для постов в социальных сетях, в Телеграм могу отправить ссылки на как раз-таки вот как мы праздновали день рождения дочки Тимати, на карнавала, который у нас проходит по понедельникам. Если будете бронировать Аяда, обращайте внимание, что там очень интересное вечернее шоу по понедельникам, карнавалы, огненное шоу тоже чудесное. Но аппетит приходит во время еды, сейчас у нас действует без предложения 40% скидка, я надеюсь, эфир вам был полезен, вы узнали для себя много нового, я старалась так базово рассказать, чтобы вас не задерживать, если у кого-то какие-то более детальные вопросы есть, пишите мне, я указала свой телефон, сейчас укажу вам свою почту для вопросов и напишу наши аккаунты в Инстаграм, чтобы вы могли копировать. Концепт, секундочку, так-так-так-так-так-так. Так, так-так-так-так. А, Кирилл, да-да-да, Да, хотела я бы еще поблагодарить вот моя почта и в целом поблагодарить компанию Туя, это очень хорошие наши партнеры, мы всегда на связи с Кириллом, оперативно все решаем. Спасибо большое за возможность проведения этого вебинара, за поддержку, очень высокий уровень профессионализма при работе со всеми запросами. У нас сегодня в эфире будет также розыгрыш двух бесплатных ночей в отель Аяда Мальдив с питанием двухразовым на две персоны и со специальными рейдами на трансфер. Они будут разыгрываться с периодом приезда в отель до 1 декабря под запрос в любой из удобных периодов. Кирилл, как мы будем их разыгрывать? Мы зададим какие-то вопросы по эфиру, скорее всего. Либо, возможно, да, по эфиру. Либо, возможно, если хотите, давайте, может быть, в чате проголосуем. Может быть, то агентство, которое сделает первую бронь по Аяде, тот и получит эти две ночи. Или вопросы? Вопросы, да. Хорошо. Тогда сейчас я подумаю, задам какой-то каверзный вопрос, да, и кто из агентов первый, на него три вопроса. Хорошо. А как мы тогда выберем победителя? Посложнее. Ну, давайте тогда я задам эти три вопроса, и кто верно ответит первый на все три вопроса, тот и получит сертификат. Мне кажется, тоже лучше один, но сложный, потому что кто-то может ответить правильно там на два или на один, нам будет сложно посчитать. Три, да? Так, три вопроса. Ну, хорошо. Давайте тогда я буду задавать, вы будете отвечать, и тогда у нас количество участников будет сужаться. Так, давайте приготовимся, сосредоточимся, вспомним всю информацию, которая была в эфире. И я буду задавать, вы будете отвечать, и те, кто правильно ответил, автоматически будут проходить дальше, а коллеги и техническая поддержка, они потом сверят, что все было точно. Давайте так. Итак, первый вопрос. Дети до какого возраста в отеле отдыхают бесплатно? Так, да, вижу, уже пошли правильные ответы, но первым нам потом помогут посмотреть, кто ответил. Правильный ответ был до 15.99. Вот, наверное, так, Алекс я вижу. Да, скорее всего, Алекс Маврикевич первый ответил, но было еще быстрых, несколько правильных ответов. Так, второй вопрос. Давайте, давайте такой, сколько, нет, давайте вот такой, значит, категория Suns Lagoon Suite, это пляжная либо водная вилла в отеле? Ой, ничего себе, как оперативно у нас отвечают. Так, и то, и то, и то, и другое. Правильно. Да, все ответы правильные. Окей, так, и последний вопрос. Давайте я подумаю, он будет, наверное, самый каверзный, либо уже вас сильно мучить не буду. Так, что же спросить? Ага, придумала. Так, давайте сосредоточимся, коллеги. Около какой виллы самый прекрасный риф в отеле? Да, вот. Я думаю, что, наверное, Георгий будет нашим победителем, но попрошу коллег обобщить все, подсчитать и озвучить победителя. Да, как, Кирилл, мы это в эфире сделаем, либо мы отправим e-mail? А, вот Кирилл пишет Георгий. Георгий Ке, да? Как таким текстом отвечать? Вот не знаю. Это вам нужно спросить у Георгия? Да, отлично. Классный, кстати, формат. Я буду рада повторить вебинар через какое-то время, да, возможно, в Новом году. И мы тоже с вами проведем какой-нибудь классный розыгрыш. Так, итак, Георгия мы поздравляем. В честной борьбе он победил, да, значит, очень хорошо конспектировал. Георгий, будем рады видеть вас у нас в отеле. Напишите мне тогда на почту, либо свяжемся через Кирилла, да, и мы вам скоро пришлем наш сертификат, который будет храниться у вас. Так, касательно Инстаграм. Написать вам наши Инстаграмы, чтобы вы были осведомлены по отелю. И, наверное, уже на этом будем прощаться. Если у кого-то появились вопросы, пишите их, я быстренько отвечу. Наш основной Инстаграм. Так, сейчас. Аяда Мальдивс Резорт. Наш Инстаграм касательно серфинга. Аяда Мальдивс Резорт. И Инстаграм мой рабочий для проведения прямых эфиров, если вдруг кто-то захочет провести для ваших туристов совместно со мной. Так, непорядочно указывать мой рабочий Инстаграм. Ну, давайте, если кто-то захочет, отдельно со мной свяжется. Не буду я его писать. Да. А, с ответом. Ольга, ну, я думаю, что все было предельно честно. Сейчас я укажу свой Инстаграм. Если у кого-то будут появляться какие-то вопросы касательно концепта, можете мне тоже туда писать. Там много полезной информации. Да, Георгий честно выиграл в честной борьбе. Надеемся, в следующий раз удача улыбнется кому-то еще. На этом мы с вами обращаемся. Всем хорошего дня, большого количества бронирования в Аяду. Надеюсь, эфир был полезен. Было очень приятно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.